друзья приветствую всех на канале просто дима ну что как обычно конец недели я в брестском конфискате сейчас пойдем посмотрим какие там изменения что нового что продалось в общем все как обычно друзья но перед началом видео хочу сказать что спонсором этого видео ребята является мой тик ток я все-таки напрягся и завел аккаунт в тик токе друзья ну понятно что не все не у всех есть тик ток это больше такая для молодой аудитории но тем не менее друзья и кто куй называется вот так и подписаться можно по ссылочке как которая будет в описании под этим видео там у меня выходят короткие видосики о том что не попало у меня не в instagram не на youtube канал и то есть такие ну что-то и повторяется но в основном там идет свой контент такой коротенький поэтому друзья кому интересно переходите в мой аккаунт тик ток называется он просто дима 365 365 это значит каждый день выходит видос друзья поэтому вперед по ссылке подписываемся на тик ток а я иду делать вам обзор друзья погнали так ну что друзья вот я уже и на стоянке буду записывать сегодня на телефон что-то лоханулся и забыл карточку поставить в экшн-камеру ну что пройдемся по старичкам все как обычно цешка mercedes 220 дизель 2737 по моему ничего не поменялось 864 соточка c3 седанчик бензиновый 772 рубля сиат толедо или толеда фиеста 1555 рублей это ребята 96 год бензин 1 и 3 там какие-то проблемки у нее со сцеплением жига 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 зажигалка 63 952 рубля дороговато еще семерка друзья 384 рубля увидите как это чтобы капот открыть надо подтянуть за веревочку 407 пыш 7862 рубля тоже это не новинка уже вас 21 013 82 года 336 рублей мокрый асфальт лантра хунда 570 рублей наверное все таки хундай за 500 рублей будет поинтереснее тем более смотрите какой-то салон велюр шмелюр еще одна шестерка где-то ценник упал 493 рубля по моему если мне память не изменяет не уценился мерфик 3650 это 200 цешка универсалия бензиновая делая более подробный обзор на втором канале кому интересно о ребята смотрите нету гольфика дизельного бордовенького помните второй гольфик купили наконец-то кто-то все-таки нашел свою машину вектра а 93 года 1 8 бензин 1488 это не новинка ну гольфик да гольфик долго стоял я если честно думал быстрее его заберут дальше идем джета тоже джета 2 564 рубля 1.6 бензин 86 год дальше идем смотрим что тут пасик 1.9 турбодизель б 4 2 851 по моему уценился чуть-чуть тут пока все без изменений насколько я понимаю еще один пасик только уже б 3 93 год 1.8 бензин универсале 2 462 есть на втором канале обзор дальше пошел у нас ваговская группа audi 100 дизель 2 и 0 1215 рублей дальше идет еще один представитель audi 86 года восьмидесятка 1300 рублей volvo 440 91 год 720 рублей просили показать более подробно покажу на втором канале друзья кому интересно заходите джили мк 1.5 бензин 2008 год 3 1142 рубля тоже уже тут достаточно давно так же как и это вектра б дизельная 2000 года 4000 рубля еще один б 3 посад бензин 1.6 в седане 1468 рублей заз славу то 2009 года 1555 рублей 13 15578 рублей уже он там видите коврик уже коврик уже упал нищие вывалилась и коврик упал на землю вектор вектора б 95 года 1.8 1681 рубль зеленый металлик 876 лагуна рублей чуть-чуть уценилась по моему с прошлого раза с повреждениями и смотрите нету гольфа до гольф орликин как его прозвал купили четвертый кстати купил кто-то из подписчиков там вот на прошлом видео с конфиската есть он его осматривал то есть он его и купил а вот ребята новиночка смотрите мерсик 1.9 дизелек ну двухлитровый 190d пробег 380 тысяч 86 год 1500 рублей ну нифига себе давно уже не было давно уже не было мерседеса 190 в конфискате какая решетка тут видите с такой большой эмблемой нету правда значка мерсовского ну давайте посмотрим новиночку давно не было по кузову пройдемся ну что то капот такое ощущение как или красился ну да что то походу красился шпаклевался тут тоже что то как то или он не закрыт что то как то непонятно по кузову пройдемся шпаклевочка тут вот этот бок притертый зеркало зеркало короче надо под замену низы дверей пороги сейчас вам покажу да такая притертость через весь бок коррозия коррозия сквозная где-то так зацепила его хорошо есть фаркоп есть полер багажник откроем ну это фирменная мерсовская фишка знак аварийной остановки запаска есть гирка гирка нет надо сказать что еще дырки не светятся выцветший такой красный цвет ну возможно если его отполировать немножко он и заиграет конечно вот видите как дверь отличается дверь или да окрасилась при том так особо не мудрили что называется кое-как покрасили люк люк тоже кстати крашеный вместе с уплотнителем пойдем вот так вот по порожкам понятно есть нюансики коррозия есть такой он пошарпанный ну это же мерс главное чтобы на голову он не упал поставим его в положение сервисное ну что вам сказать ребята двухлитровый дизель от мерседеса убить его практически сложно конечно едет он так себе масло кстати даже больше чем надо аккумулятор какой-то есть тут уже так немножко насрано то есть подваривали стаканчик ну как бы визуально ребята мотор в нормальном состоянии особо соплей таких никаких не вижу ремешок на месте немножко там сыровато в районе гидроусилителя ну как бы нормально все в принципе ну да капот видно с разборки ведь он синего такого цвета вот масса такая все как положено короче ну с капотом надо разбираться что-то он как-то чересчур как-то болтается так так что мы тут в салоне видим ну так вот по низам дверей в принципе не смертельно но есть вопросы светленький вот такой вот салон клетчатый да 380 тысяч на спидометре а еще вот видите трещина на лобовом стекле старый грюндик друзья еще и кассета там какая-то с Филиппом Киркоровым наверное с Надеждой Кадышевой ну у кого надо сказать ребята что салон то еще и как бы не убитый есть там вопросики чипсы чипсы не нужны никому чего там музыка для фшистских вот этот польские пшебои блин нифига себе блин сейчас посмотрим что там гиганетка цыганетка а цыганская короче короче эти польские напевы друзья польские напевы польские пшебои блин немножко вот так вот отклеилась ткань верной карты ну тут просто сидушка откинута ну понятно все таком шмурдяке таком конкретном не ну посмотрите да понятно он грязный он захезанный но это он целый 1512 ну что вам сказать 1512 рублей за дизельные 190 мэрс это грубо говоря сколько 600 долларов да мне кажется нормальная эта цена ну при учете при учете конечно он заведется и поедет с учетом того что сейчас творится на рынке был машин дальше идем джета 1188 рублей джета 2 восьмого года кстати там не писал про нее подписчик она по моему из дрогичина и в принципе как бы обслуженная машина с его слов то есть там все менялось своевременно поэтому как бы да может быть внешне она там не супер пупер выглядит но в плане обслуживания по крайней мере так пишет человек что там нормально и масла там менялись и по подвеске что-то делалось ну в общем скажем так не прямо не то что там машину не убивали дальше идем еще одна новинка ребята еще один Passat B3 восемьдесят девятого года 1.8 1674 рубля кузов универсал посмотрим где то там налетела на что то так завернулась передняя это губа или юбка тут тоже какой то был ударчик такая вот коррозия блин резина ребята Рослава ну новая практически нульцевая да вот так вот все выглядит тут на порожках на арках коррозия тут вот видите крышка крышка багажника сквозная коррозия ну там понятно строитель строительный вариант вот такая вот жмятина на заднем крыле здесь в принципе все аналогично жуки коррозия ну да берут такие машины для того чтоб там построиться и так далее это в принципе нормально я считаю что свою там какую-то дорогую машину жалко возить там блоки в багажнике так ну что это моник моно впрыск 1 и 8 масло есть так все грязненькое все в рабочем состоянии подваривались тут стаканы уже видно вам да вот немножко так наляпали конечно но в целом как бы держится аккумулятор что-то уже аж расплавился короче видите такими буграми покрылся видимо ханаемо уже ну так все в нормальном рабочем состоянии немножко вот с патрубками этими на колхожи на там на хомутах на печку ну что в салон заглянем чем нас салон порадует ооооо какие богатые чехлы из эко-кожи руль тоже с таким чехлом моим любимым ну и чутка эта кнопка красная вот что тут еще катапульта че там а мне все пофиг я в танке какой-то любитель варгейминга ай че такое какой-то стенд стенд в подарок что-то вешалось на что-то ну понятно тут все механическое так себе пасек 1674 рубля где-то там сколько это 600 долларов грубо мне кажется дороговато ладно идем дальше друзья это уже не новинка фокус 1458 рублей бензиновый полуразобранный 806 пыжик 4455 дизельный ну там какая-то проблемка по мотору омега 1263 бензиновая в универсале есть на втором канале обзор кому интересно ну и вот эта новинка с прошлого раза караван дош 2,4 газ бензин 8,964 но у него нет бензинового бака там скажем так ребята говорили что пытались его там запустить но что-то не получилось у них citroen evasion 99-го года тут 1,9 дизель просто турбо не hdi 6978 в принципе еще более-менее такой цитромончик и 1995 рублей 200 124 мерс 87-го года друзья ну что осталось нам тут судя по всему уазик этот пока никому не нужен за 2700 рублей хотя как бы про него спрашивали тоже есть на втором канале обзор кому интересно более подробный да 2760 2760 вот это пока техника еще на приход не поставлен велики шмелики ну и посмотрим что тут на мото на мото тоже особо ничего не поменялось хонда цбр 900 3800 35 а чуть-чуть уценилась да ребята чуть-чуть уценилась она же была 4 да была 4 то есть на 5% уценилась и мопед мотор скутер 50 кубовый 476 рублей ну что дорогие друзья в принципе все вот такой вот был видос всем большое спасибо за просмотр и сейчас еще посмотрим еще на второй канал Volvo кому интересно переходите ну и прикреплю скриншоты проданных за неделю автомобилей все дорогие друзья с вами был просто Дима всем большой респект спасибо что смотрите и увидимся на канале никому не болеть пока-пока пока пока-пока